Добрый день! Канал Домебли. Сегодня хочу рассказать небольшую полезность. Я думаю, что многим пригодится. Шлифовка. Машинка у нас, фиоленточная машинка Makita, известная модель. В принципе, любая. Я думаю, что любая. Потому что у нас и тот же фиолен большой был, как танк. Обычно называют большой. Принцип такой же. Значит, я его подключаю к пылесосу. У нас есть пылесос Керхер. Я его подключаю к пылесосу. Когда я нажимаю на кнопку, включается пылесос, начинается осозкурий. Я думаю, что это всем известно и понятно. Но в последнее время я часто использую даже другой метод. Сейчас, пока у нас на улице зима, снег, и будет видно, в чем он заключается. Значит, я беру шланг от пылесоса, надеваю его на штук-машинку. Все знают, что здесь стоит очень хороший вентилятор. Здесь в этих машинках хорошо воздух идет. Так что будет дорого. Я что делаю? Я просто беру шланг без пылесоса и просто вывожу его на улице. Просто на улице. Сейчас покажу. Значит... Так. И просто вывожу его через дверь. Я обычно туда пылесос подключаю и просто на улице увожу. И сейчас покажу. Я специально мешок не брал. И какой-то емкость. Посмотрите. Сколько пыли. То есть на снегу видно, что машинка работает без пылесоса. И причем работает очень даже неплохо. Очень даже неплохо она работает. Я уже как-то снимал видео по этому поводу. Ну, просто сейчас на снегу сейчас это хорошо видно. Значит, почему я так делаю? Если я сейчас включаю пылесос в мастерской, как бы там ни было, спод пылесоса все равно будет идти воздух. И пыль с пола, она все равно будет подниматься воздух в помещении. То есть, оно одинаковое. Что дышать пылью спод машинки, что дышать пылью, которая отбивается от земли из того же пылесоса. Потому что пылесос, что он в себя взял, он должен же и отдать. Я думаю, что понятно. Так что вот такая незатейливая идея. И я думаю, что многим она обрекчит жизнь. И в мастерской будет немножко меньше пыли. Или вот такая шлифмашинка. Здесь клетчатка стоит тоже очень даже неплохая. И просто сюда я иной раз надеваю пылесос вместо мешка. А иной раз точно так же, как я говорю, что просто надеваю шланг и вывожу его на улицу. Ну, уже в другой мешок. Сейчас просто... То есть, вполне достаточно для того, чтобы она своими силами протолкнула всю эту пыль на улицу. И там поставить какой-то мешок или какой-то контейнер и там собирать пыль. То есть, небольшой итог. Я не говорю, что пылесос хуже или еще что-то. Конечно, с пылесосом намного лучше. Он и тянет хорошо. Но у кого нет пылесоса на первых порах, можно обойтись и такими простыми незатейливыми методами. Если у вас есть такие машинки, где стоит хорошая клетчатка и хорошее давление воздуха. Ну, я думаю, что кому-то пригодится. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok